внешний вид машины реально очень похож на 007 за кому нравится 07 мне лично нравится 07 но я могу так сказать что 07 он был немножко неудачный авто потому что они сделали примерно одинаковую цену самый заряженный 07 примерно столько же стоит как 01 глядя на 01 с его комфортом и удобством конечно люди выбирают себе 01 они как бы сами похоронили свою машину хотя 007 я вообще считаю что самая лучшая тачка вот самая лучшая электричка поэтому я не сомневаюсь в том что вот эта машина тоже будет по ощущениям самый лучший электричка внутренно длина тачки 4 метра 825 сантиметров ширина метр девяносто три идет пневматическая подвеска с регулировкой поддержит от 190 до 230 миллиметров на фарах тоже идет изображение можно писать всякие надписи делать рисунки но лично мне кажется эта функция конечно бесполезная но там уж сегодня бесполезно завтра она будет у всех это время покажет базовой версии идет 75 киловатт запас хода идет на что 5 километров батарея на 100 киловатт увеличивает запас хода до 780 километров но это идет передний привод объем багажника 616 литров возможность буксировки до 2000 килограмм аудиосистема ziker sound правда это замаскированная yamaha 2160 ватт 20 дней динамик здесь ты хочешь себе чтоб тебя были машине доводчики любом случае ты должен заказывать себе с этой кнопкой чтобы они работали потому что если ты заказываешь просто с механическими ручками потом доводчиков не будет поэтому она и стоит на почти 2000 долларов дороже 12 еще они доплата полный привод 269 900 ну и самый зафаршированный в 330 тысяч и они ровно столько же сколько стоит ziker 001 так что выбирать вам салон сделан из натуральной кожи выглядит кстати очень круто очень дорого выглядит я бы так сказал не экономили точно хотя зикра и никогда на этом деле не экономит кстати очень классно я вот так что нажал на педаль и дверь закрылась вот что в принципе во всех зиках на расчет есть вот немножко если сравнивать с тем же 007 немножко поменяли дверь дверь теперь закрывается здесь кнопочку сделали маленькую чисто для пальца можно закрывать и так что здесь у нас здесь у нас смотри что сделали для ручки для чего такого для каких-то может документов или для прав кстати да вполне возможно 0 на 7 такого не было хотя я думаю что и 007 он был мало интересен кому наверное если сейчас его сравнивать 07 то скорее нужно и показывать на 07 поэтому на проще про эту машину рассказать вообще с нуля музыка идет ziker sound дисплейчик у нас уже идет вот такой вот полукруглый если кто помнит в первых зикрах 001 были квадратные потом дальше они уже поставили вот такие закругленные в принципе очень удобно самом деле очень удобно и хорошо что он здесь есть по крайней мере если сравнивать с той же теслой тройкой там они сэкономили здесь не дисплей и проекция я думаю это будет очень удобно здесь идут нас динамики через которые можно выводить звук когда человек разговаривает по громкой связи слышно только будет здесь вот подголовники что очень удобно то не будет слушать все подряд или как как правило бывает если окно открыто то тебя слышит еще на улице конечно будет его где-то слышать если будут прислушиваться но это же может когда-то кому-то и сохранить жизнь если тебя не слышит очень похоже на алькантара по ощущениям но это не алькантара это просто такая перфорированная резина наверно что такое да потому что в 007 здесь было алькантара и здесь тоже что в принципе могло быть очень грязным что-то поставил случайно где-то где-то кофе разлил то его потом уже очень сложно будет отмыть здесь идет тоже смотри никакой алькантара нет это пластик ну кстати пластик сделан очень классно она есть ничего не хрустит смотри четко здесь идут у нас видишь кнопки управления мультимедиа здесь мы можем открыть бардачок что немаловажно кстати очень удобная кнопка некоторые люди даже не знаю что в машинах есть бардачки в этих он открыл и все потому что в том же самом 007 или там нет 001 есть специальная кнопка а в 07 там приходилось искать это напрягает казалось бы вроде мелочь кто будет вообще рассказывать машине про бардачок ну кому это надо но на самом деле про дачком же пользуются все и поэтому здесь тоже должно быть удобства ну вот реальность так подумать поэтому кнопка сделана правильно а вообще лучше всего кнопку сделать просто здесь без всякого геморроя ну уже ладно это такой момент глава что она здесь сверху я смотрю идет полностью сплошная крыша сплошное стекло если ты его разобьешь то можно сказать что очень хорошо попал сейчас мы включим подсветочку он лишь можно управлять это в принципе во всех зикарах есть но все равно показать можно под настроение настраиваешь себе какое-то настроение цвет настроения розовый поставился и полетел ну или зеленый там какой-нибудь менюшка у нас идет на китайском языке пока что никаких языков здесь нет кроме китайский в принципе что тут сложного и его и его я учу и моли еду принципе все понятно у меня рост метр восемьдесят девять метр восемьдесят с ростом метр восемьдесят я сижу здесь спереди то есть мне здесь удобно вот но обычно я люблю конечно прижаться ладно давай вот так вот предположим вот так вот я сижу мне здесь удобно посмотрим как будете сидеть сзади пассажиру с таким же ростом ну то здесь смело еще есть 10 сантиметров то есть человек метр девяносто сядет спокойно не сказать что ему будет очень удобно но вполне нормально сзади места много и что самое интересное что я успел заметить здесь идут плавающие сиденья но это кстати очень удобно потому что я на и киесе как-то катался и там не было такой функции и как-то сидишь как на горшке вот так вот в машине такое ощущение что в банке очередь ждешь вот реально а здесь вот видишь откинул нормально удобно 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 реально такая функция она нужна полноприводной версии здесь есть дисплей на пассажирском сиденье сзади если тебя достал пассажир ты можешь его просто отодвинуть от себя подальше смотри вот прям отсюда может сделать еще и поднять наверх можно прижать еще его так вот упаковать смотря вот это я понимаю комфорт а и откинуть полностью ноги здесь у нас идет смотри что элегантный столик здесь идет юсби зарядка вот тут юсби зарядка тайп си зарядка пластик видно не нормальный пластик не дешевый кстати интересно откидывается полностью сиденье или нет посмотрим чтобы сделать большой багажник до сиденья можно полностью откинуть машине но если собрался где-то сделать дома стройку и что-то выводить то вполне нормально правда это лучше делать конечно не на зикре но если есть такая потребность то можно и на нем посмотрим багажник 7x и что мы видим нормальный вместительный багажник он даже прикуриватель есть как я уже и говорил для любителей курить в багажнике здесь у нас что здесь у нас ничего тут у нас тоже ничего чтобы спрашивать где моя запаска или здесь нет комплекте здесь комплекте у нас идет вот такой ремкомплект небольшой вот он а нет это ну да небольшой ремкомплект датчик чего-то там ненужная вещь никто и пальца не будет все же колесо лопнуло сразу на 100 едешь в общем ладно идем дальше если взять допустим примеру сравнить вот этот багажник с 001 я щас покажу тут разницы и ну я не вижу разницы они мне кажется одинаковые хотя 001 в длину идет 5 метров и в ширину 2 метра багажники у них примерно одинаковые визуально отличие никаких нет вот вот эта тачка 7x в длину идет 4850 это на 15 метров меньше чем 01 что в принципе очень удобно для парковок это прям очень круто и что самое интересное он ширину идет 193 что тоже очень удобно 7 сантиметров играет очень большую роль потому что с того же zikro 001 очень часто приходилось вылазить с окна вот если взять например вот я щас катаюсь на лисяне да ну ты лисян ты понимаешь это габаритная машина и ты на ней ездишь как на габаритной тачке ты понимаешь ее размеры и она высокая здесь же например в 001 ты чувствуешь какие-то какие-то ей какой-то есть дискомфорт какой вот никто не может объяснить вот он есть короче какой то есть непонятно в этой тачке я думаю такого не будет она уже здесь габариты они как бы соответствуют машине полного привода 646 лошадиных сил когда задний привод 422 у полноприводный разгон 38 до сотки у заднеприводный 5 и 7 5 8 секунд преимущество полного привода у нее еще дополнительные настройки где можно настраивать спортивные и внедорожные режимы моя рекомендация по этой машине ну могу сказать так это будет топовый кроссовер вот прям топовый за свои деньги полная электричка с таким запасом ходом я думаю это человек который купит себе эту машину не пожалеет а если купит и у нее у нас то он вдвойне не пожалеет так что если хотите покупать тачки из китая можете к нам обращаться мы будем рады вам помочь ну и подписывайтесь на нас конечно же если вам все понравилось можете просто подписаться если не понравилось можете тоже подписаться скрипя зубами смотреть наш контент а мы вам всем желаем хорошего настроения